Вика Цыганова. Исполнительница шансона Вика Цыганова и карьеру и жизнь сочетала с одним человеком, Вадимом Цыгановым. Пара в браке с 1988 года. За это время Вадим как композитор написал для жены ее основной репертуар, а после и сделался еще и продюсером Вики. Ранетки. В середине 2020-х годов группа Ранетки была очень популярна среди молодежи, но судьба проекта оказалась плачевной. Сначала коллектив покинула барабанщица и солистка Лера Козлова. На самом деле ее выгнал продюсер Сергей Мельниченко, с которым у певицы был роман. После этого Мельниченко сошелся с другой Ранеткой Наташей Щелковой. Несмотря на разницу в возрасте, пара до сих пор вместе. У них трое детей, дочери Рассказа и Ива, а также сын Игорь. Селин Дион. Селин Дион с детства знала Рене Анжелила и мечтала стать звездой под его руководством. Став взрослой, певица исполнила свою мечту. Только в лице Рене она обрела не только продюсера, но и мужа. Несмотря на 26-летнюю разницу в возрасте, супруги были вместе до самого конца. В 2016 году Анжелила не стала. Ольга Бузова. Пару лет назад Ольга Бузова якобы в шутку намекнула на роман со своим продюсером Арамом Арчером. При этом сам Арчер с серьезным лицом подтверждал слова подопечной. Фанаты начали высматривать в отношениях певицы и продюсера интересные детали и нашли немало доказательств. Однако Бузова поспешила всех успокоить. Она сказала про роман, чтобы подогреть аудиторию. Таисия Повалей. Таисия Повалей уже много лет состоит в браке с Игорем Лихутой. Муж по совместительству является продюсером певицы. Артистка рассказывала, что замуж она вышла. По расчету, ведь семьям давали большую жилплощадь. Так она и сошлась с Лихутой. О романе Ольги Серябкиной и продюсера Максима Фадеева рассказала другая участница, Серебра, Елена Темникова. По словам коллеги, Ольга скрывала отношения, а когда все и так стало очевидно, ушла из группы. Сам Фадеев связь с артисткой никогда не обсуждал. Валерия. Валерия дважды связывала жизнь со своими продюсерами. В 90-х она была вместе с Александром Шульгиным, но ушла от него. Позже певице повстречался Иосиф Пригожин. Он также отвечал за музыкальное продвижение Валерии, а впоследствии еще и стал ее мужем. Пара счастливо живет и по сей день. Бейонсе. Джейзи был продюсером молодой Бейонсе. Для нее это были первые серьезные отношения. Спустя время артисты поженились, а потом и стали родителями. В 2106 году Бейонсе едва не подала на развод из-за измен со стороны рэпера, но в итоге нашла в себе силы простить неверного мужа.